В областном избиркоме подвели предварительные итоги трехдневного голосования. Напомню, выборы прошли в региональный парламент и местные представительные органы. Какова же явка и кому отдали предпочтение избиратели? Об этом в материале Эдуарда Истомина. Участки открылись в 8 утра в пятницу и закрылись окончательно в 8, но уже вечером и в воскресенье. Явка составила 34,68%, а это более 330 тысяч жителей области. После ночного подсчета голосов сформировалась картина. В ходе голосования по партийным спискам победила Единая Россия. Коммунисты России получают один депутатский мандат, Единая Россия 11 депутатских мандатов, Справедливая Россия 1 депутатский мандат, КПРФ 3 и ЛДПР 2 депутатских мандатов. Партия «Новые люди» не преодолела 5-процентный барьер. Она в ЗАГСобрании без представительства. По одномандатным округам победа также у Единой России. У нее 16 мандатов, по одному мандату у ЛДПР и самого дивидженца. Это не победа. Это уровень доверия населения Ульяновской области кандидатам от партии «Единая Россия». Уровень доверия достаточно высокий к партии. А этот уровень доверия накладывает на себя достаточно серьезные обязательства в части исполнения тех наказов. По предварительным данным у Единой России, квалифицированное большинство в новом составе парламента. Аналитикам еще предстоит досконально разобрать прошедшие выборы, но уже есть понимание, за кого голосовали избиратели. Это люди, которые уже известны своим избирателям, либо по части округа, либо по полному округу, уже имеющие опыт депутатской работы, работающие в своих округах хорошо, или успевшие хорошо поработать за период избирательной кампании. Это правило. По словам Дмитрия Травкина, выборы эти были самыми чистыми в нашем регионе. За их ходом следило почти две тысячи общественных наблюдателей. Как итог, всего 16 жалоб на нарушения. Подтвердились лишь две. На ход выборов они не повлияли. Эдуард Истомин, Артем Петров, Дмитрий Емельянов, Дамир Губеев, Денис Миронов и Александр Рассокин. Вести Ульяновск. Продолжение следует...